Здравствуйте! О градусах хочется поговорить. Вообще слово градус, это значит вот что-то такое градации, да, вот отсюда пошло. Первые градусы были углы измерялись, да, угловые единицы измерения. 60 градусов, 360 градусов. Как-то очень долго люди не могли от этого отвыкнуть. Многие попытки градуировать градусники, термометра в смысле, они тоже были что-нибудь по 60 или по 360, никак не могли отойти. Кстати говоря, если у вас есть калькулятор, ну, естественно, импортный, на нем переключатели есть радианы, рад, дегри, это градусы у них называются, и грады. Градус обычно это прямой угол, где 90 градусов, а вот град, чтобы вы знали, на полном серьезе говорю, это 100, прямой угол там 100 градов, а общая окружность не 360, не 360 градусов, а 400 градов. Да, это почти как в анекдоте, вода прикипит при 100 градусах, а прямой угол, вот, 100 градов. Вот так вот. Ну да ладно, значит, по поводу градусов. Градусов было очень много самых разных. Из тех, что я застал, реально, это были градусы Реомюра. Великий был человек, Реомюр, и он занимался изучением расширения спирта. И он выяснил, надо что-то принять за градус, решил он, да, да, вот, за единицу изменения температуры. Расширение спирта на одну тысячную, на одну промилле, да, на одну промилле. За ноль, говорит, возьмем температуру таяния льда, или замерзания воды, что, собственно, одно и то же вы знаете. Ну, и в этом случае температура кипения воды получалась 80 градусов Реомюра. Термометры Реомюра еще в 20 веке у нас в России использовались на всю катушку. Вот такой вот был очень ходовой прием. Кстати говоря, Цельсий, ну, вот то, что мы сейчас привыкли, нам прогнозы погоды в градусах Цельсия даются, да. Цельсий, между прочим, был большой оригинал. Он, ну, на наш такой взгляд, он свою шкалу Цельсия сделал такой. У него был ртутный термометр, не спиртовой, как Реомюра. Значит, ноль градусов, это, говорит, будет температура кипения воды. Сто градусов температура таяния льда. Вот вас не удивлять, почему сто градусов там, а здесь, значит, ноль градусов. Все очень просто. Вот нагревает он воду до кипения, отмечает на шкале зарубочку, вот это ноль. Остывает вода до, значит, замерзания воды, это будет зарубочка сто градусов, да. Вот, то есть, отсчитывали вот от той температуры, от верхней. Ну, сейчас историки науки не придли к одному выводу, кто же именно перевернул шкалу Цельсия, как у нас перепринято ноль градусов замерзания, сто градусов кипения. Ну, вот мне больше нравится, что это делал Карл Линей, соотечественник, кстати говоря, Цельсия. Вот Карл Линей, говорят, сделал нашу шкалу Цельсия, шкалу Цельсия. Есть еще одна шкала, она используется в США, шкала Фаренгейта. Очень сложная шкала, там у них так заведено, значит, сейчас скажу. Значит, 32 градуса по Фаренгейту, это ноль градусов по Фаренгейту, это температура смеси спирта, воды и нашатыря. А 100 градусов, это температура тела жены Фаренгейта, когда у ней была лихорадка. У ней было, на самом деле, где-то 38-39 градусов. То есть, это считается, вот, тем не менее, ошибочка вышла, да. На самом деле, температура тела в норме, это не 100 градусов Фаренгейта, а по нашему 36-60 Цельсия, а, значит, 97 с чем-то, 98 с чем-то градусов по Фаренгейту. Ну, вот у него была больная жена, ну, вот эта вот болезнь жены стала вот такой реперной точкой, как ни странно. Вот такая вот вещь была. Ну, а вот он Линей, кстати, который создал нашу шкалу. Да, вот так вот. Ну, время наше кончилось, к сожалению, а там я бы продолжал бы рассказывать. Список одних только же температурный шкал вот такой. Была даже шкала Делили, это наша российская шкала, усовершенствованная Ломоносовым. К сожалению, от нее, кроме названия, ничего не осталось. Всех благ вам, удачи!